Институт прав человека при юридическом факультете Джорджтаунского университета в США сформировал специальную рабочую группу для ускорения и облегчения процесса предоставления убежища уйгурским беженцам. Группу возглавляет директор Института прав человека Элиза Массимина и бывший сотрудник Госдепартамента США Скотт Басби. Рабочая группа начала кампанию по ускорению процесса предоставления убежища уйгурам, которым угрожает растущее международное давление со стороны китайского правительства. Группа встречалась с уйгурскими активистами в США, бывшими узниками лагерей и некоторыми членами Национальной ассамблеи США, чтобы неоднократно обсудить пути решения этой проблемы. Партия Саадет внесла в парламент предложение признать бесчеловечные действия Китая в Восточном Туркестане геноцидом. Предложение было отклонено голосами партии АК и МХП. Парламентская группа партии Саадет на протяжении долгого времени систематически выносит на повестку дня парламента вопрос о бесчеловечной практике Китая в Восточном Туркестане. В заявлении парламентской группы Саадет говорится, как «Группа Саадет – будущее. Мы предложили начать общие дебаты, чтобы Великое национальное собрание Турции определило бесчеловечные действия Китая в Восточном Туркестане как геноцид». Джеймс Рубин, специальный посланник, координатор Центра глобального взаимодействия Госдепартамента США, раскритиковал расширение Китая манипуляций с информацией на мероприятии Совета по международным отношениям 7 мая 2024 года, отметив, что страны мира должны быть бдительны в этом отношении. В своем выступлении Рубин привел пример, отметив, что Китай использует информационное манипулирование, чтобы не дать представителям уйгурских турок выступить на международных площадках. Си Цзиньпин использует фразу «никогда не проявлять милосердия» для описания своих преследований уйгурских турок. Одна из причин этого заключается в том, что их лидеры игнорируют этот геноцид, а другая в том, что Китай обладает огромной пропагандистской мощью в сфере СМИ, напоминая, что является очень успешным в интеграции своих убеждений в общество. Китай и Венгрия будут расширять сотрудничество в различных областях, включая атомную энергетику, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшейся 9 мая в Будапеште. Китай – один из столпов нового мирового порядка, сказал Орбан на пресс-конференции в венгерской столице. Орбан также заявил, что Венгрия поддержит мирный план Китая для Украины. Администрация Байдена в США готовится объявить о комплексном решении по китайским тарифам не раньше, чем на следующей неделе. Как сообщили Bloomberg, источники близкие к теме, президент США Джо Байден объявит о тарифах, направленных против важнейших секторов экономики Китая. Ожидается, что будут объявлены новые тарифы на электромобили китайского происхождения, аккумуляторы и солнечные батареи, однако существующие тарифы будут в основном сохранены. Во время своего официального визита во Францию, председатель КНРС Зиньпинь объявила продление безвизового въезда для граждан 12 стран до конца 2025 года. Граждане Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании, Малайзии, Швейцарии, Ирландии, Венгрии, Австрии, Бельгии и Люксембурга смогут въезжать в Китай без виз до 31 декабря 2025 года. Редактор субтитров А.Семкин